Всем доброго времени суток, вы на канале Хаде. Сегодня я хочу показать вам финальную сцену Resident Evil Village с другой стороны и в деталях. Я думаю все понимают, что дальше будут спойлеры. И если вы не проходили игру и боитесь спойлеров, то незамедлительно покиньте это видео и возвращайтесь сюда после прохождения игры. А тем кто остался, желаю приятного просмотра. Сам начале кат-сцены, кроме того, что автобус едет без водителя, ничего особо интересного нет. Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Эээ, ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа. А, мне кажется, что очень похожа. После того, как Роза выходит из автобуса, она сначала немного телепортируется, а потом исчезает она и автобус. Под землей в этот момент мы можем обнаружить черные автомобили и охранников в Т-образной позе. Но сразу же после исчезновения Розы, автомобиль телепортируется за спину героини. И оказывается, что автобус изначально проехал кладбище, и оно находится совсем не там, где он нас высадил. При подлете видим уже телепортировавшегося охранника, который ждет активации скрипта. На удивление, у охранника есть даже анимация, когда он нажимает на руль, чтобы просигналить Розе. Хотя без летающей камеры мы этого увидеть не можем. Роза, люблю тебя. Нашел я. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Ивелина. Не смей меня так называть, понял? Эй, эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. После замечательной посадки в автомобиль без открывания двери, мы отправляемся к главному секрету. Кто же тот загадочный человек, который идет вдали? Знаешь, ты вся в него. Я знаю. И да, да, это лицо Итана. Это можно увидеть и без дополнительных модов. В одной из конечных катсцен у Итана появляется голова. Как бы странно это не звучало. Роза, все хорошо. Все хорошо. Ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итана. Также то, что это Итан, можно понять и по перебинтованной руке. Итана. Мне удалось убрать черный экран, который появляется после титров и посмотреть, что они будут делать дальше. Но увы, после того как Итан подходит к машине, они вместе исчезают. Хотя можно заметить такую деталь, когда Итан подходит к машине, он обращает свое внимание на Розу и явно направляется именно к автомобилю. Даже без дополнительного ПО можно увидеть, что машина специально останавливается перед ним. И о чем нам все это может говорить? У меня на этот счет есть несколько теорий, и первая самая простая, что разработчики это сделали в виде отсылки или шутки, хотя без софта увидеть его нельзя. Вторая теория заключается в том, что Итан на самом деле выжил после взрыва, но потерял память. После того как его нашли, Крис или вышестоящее руководство приняло решение не говорить ему о событиях, произошедших с ним и просто наняли его на работу, чтобы присматривать за ним. Так как по сюжету станет известно, что он не простой человек, и состоит полностью из плесени. Возможно тот, с кем охранник говорил по рации именно Итан, хотя голос и не похож. Но вы же знаете, как искажает рация голос. Но вопрос, почему у него рука забинтована, остается открытым. И тут возникает еще одна теория. Возможно мигами цели вновь появился, это тот самый грибковый нарост из конца игры, который хранит в себе сознание умерших существ. Он вполне мог уцелеть после взрыва и возродить Итана. Сделал он это сам или с чьей-то помощью неизвестно. Поэтому Итан остался в том же состоянии, в котором он и умер. И на его руках все так же остались бинты и старая одежда. Про теорию, что разработчики решили просто так добавить его туда, потому что лень было рисовать еще одну модельку, по моему мнению не верна. Во-первых, они нарисовали двух рандомных персонажей в автобусе, и сделать для них еще одну модель персонажа не составило бы труда. А во-вторых, они могли бы просто туда впихнуть дубликат охранника, ну или на крайний случай одного бойца из команды Криса, но сделали именно Итана. И я думаю не просто так. Но помните, все эти теории сильно притянуты за уши, и верить в них или нет ваше решение. А сегодня на этом все. Если у вас есть свои теории или пожелания, какую сцену за кадром снять следующую, то пишите об этом в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok